Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима и сегодня 27 апреля, мой день рождения! Мне 18 лет, теперь официально могу жмыхать космофен и бахать полуматовый вивидо. Остальные как справлять свои дни рождения? Со своими друзьями, где-нибудь на тусовках, на дачах. А я решил вместе с вами распаковать тут посылочки, покушать тортик и пострелять по мишеням с моего привода. Это четырехкратный прицел, будет очень интересно. Начну я, наверное, с приготовления торта, потом быстренько распакую посылочки, чтобы потом их просто открывать. А пока я всем этим занимаюсь, давайте поговорим. Помните, я в сообществе ВКонтакте делал запись, то, что я сдавал сочинение итоговое. Ну, что могу сказать? Не такое уж оно прям сложное, но и непростое. Мы писали его в родной школе, нам повезло то, что учителя к нам относились лояльно. То есть, кто-то выходил в туалет, и когда он приходил, сразу же выходил второй. Вот у меня тут упакован нож в газетку, ложечки. Разрежем сейчас тортик. Вот все, что смог найти, самый лучший вариант, посвежее. Сейчас торты, наверное, никто не покупает особо, потому что, ну, людям, так сказать, не до этого. Надо вещи первой необходимости брать. Покушаем. Я как раз голодный, специально не ел, чтобы тортик казался еще вкуснее. Ну, так вот, кто будет сдавать итоговое сочинение тоже, то не переживайте. Главное просто читать. Я вот недавно для себя открыл то, что чтение это очень интересно и намного интереснее фильмов и сериалов. Отрываюсь... Ой, читаю просто не отрываясь. Кстати, друзья, к сегодняшнему выпуску я вообще не готовился. Просто вот все, что мне в голову взбредет, я буду вам рассказывать. Так, нож я положу сейчас на газетку, чтобы максимально мало ее испачкать. Вот здесь пускай будет. Вот так. Не будет мешать и одновременно аккуратно вроде бы сложно. Так, тортик. Тортик пока закроем. ЕГЭ я буду сдавать по трем предметам. Это русский, математика, профиль и общество знания. Готовлюсь потихоньку, как могу. Десятый класс и девятый я благополучно пропукал. Теперь наверстываю упущенное. Ну, ничего, все равно сдам. Куда я денусь? Потом поступлю в универ какой-нибудь, чтобы получить высшее образование. Смотрите, какая оригинальная упаковочка. Ну, это все мы. О, и наклейка. Это от моего друга Лиса. Он такую наклеечку прислал. 18 плюс, друзья. Пока откладываем. Мусор я буду, пожалуй, вот сюда складывать. Но я его обязательно с собой домой заберу и там выкину. Ничего тут из мусора не будет оставаться. Так нельзя делать. Ну, так вот. Поступлю в универ. Хочу, планирую год отучиться там. Или два года. И потом пойти в армию. Да, кто-то может сказать, типа, нафига тебе эта армия? Но я хочу проверить свои силы. Говорят, что там все-таки каким-то навыком да научишься. Да и тем более выходов-то особо и нет. И вы можете спросить. Ё-моё, тебя год не будет в армии. Че мы будем смотреть? Не переживайте, друзья. Я все готовлю к этому. Я делаю наперед выпуски. И пока меня не будет в армии, вы все равно будете смотреть мои видосики. Круто же, да? Вот. Поэтому сейчас вот особенно сложный период. Делаю видосы наперед. Приходится не спать ночами. Но все это ради того, чтобы вы смотрели ролики дальше, пока меня не будет в армии. А потом я вернусь и продолжу свою усиленную деятельность. Посмотрим, как повезет. В худшем случае видосики будут выходить раз в неделю. Если мне повезет, то я сделаю так, чтобы они по обычному графику. Выходили. И тогда будет вообще круто. Часть моих зрителей уже негодует по поводу того, что я перешел на скины из стендов. Хотя я вроде бы говорил то, что мне нравятся обычные пушки больше. Ну, друзья, это для того, чтобы набрать больше аудитории. Потому что 100 тысяч подписчиков все-таки хочется. И хочется как можно скорее. Так. Она открыта. Оставляем ее. И открываем самую большую посылочку. Так вот. Я не отказываюсь от своих слов. Обычные пушки мне реально больше заходят, чем скины. Но скины тоже не такие уж и плохие. И в стендов они намного лучше, на мой взгляд. И по моему опыту, чем в CS GO. Сразу отвечу на вопрос. Я в компьютерные игры не играю. Просто смотрю, какие там скины есть. И делаю наиболее понравившиеся. Так. Кстати, обычные пушки тоже будут обязательно выходить. Я буду, ну, в такой пропорции их выпускать. Чтобы и того было, и того, и третьего. Пока что вот только пушки. Потому что, ну, все-таки мой канал больше по макетам оружия. Но, как будет время, я обязательно и масками займусь, и диорамами. Мне просто сейчас хочется сделать так, чтобы побыстрее набрались подписчики. Я вот когда разговариваю, у меня такая дурацкая привычка. Я не знаю, что делаю. Я фигню какую-то делаю. То есть, если бы я сейчас не разговаривал, я бы уже открыл эту посылку. Но, ну, так уж бывает. Я не могу молчать. Мне хочется с вами поговорить. Пишите, кстати, в комментариях, как у вас дела. Что делаете. Какие проекты вообще крафтите. Будет интересно почитать. Я надеюсь, вы не бездельничаете. Потому что, как говорят американцы, кто бездельничает, тот долго не живет. Ладно, я шучу. И вот, посылки все открыты. Остается их только будет... Останется их только будет проверить их содержимое. Ну, а давайте. Я очень проголодался. Покушаем, попробуем тортик. Ох, ох. Так. Это будет нам мешать. Положим сюда. Я чувствую себя, как... Обзорщик еды какой-то. Но ничего. Так. Ох, надеюсь, этот торт вкусный. Балдежь. Просто неимоверный. В ограде тортик вкусный. Маленько не дотягивает до йогуртного. Но очень вкусно. Кто понял, отсылочку лайк. Очень вкусно. Пить сразу захотелось пить. Волжанка с лимоном. Лучше этого человечество не придумало. Можно закрывать интернет, можно все делать. Все, а лучше этого ничто не будет. Волжанка с лимоном. Мой любимый напиток. Лучше всяких газировок, соков. Даже лучше обычной воды. Ну, чтобы руки не дрожали. Ах, бодрит. Так, я думаю, оператор тоже проголодался. Поэтому пусть тоже попробует тортик. Так. Главное, чтобы тут ничего не упало. Опа. Приятного аппетита, дорогой оператор. Пока продолжу свой рассказ. Будут выходить выпуски, пока я в армии. Все будет, друзья. Ничто не забуду. Кстати, кстати, 16 мая. 16 мая, друзья, у меня сталкер страйк будет. Я уже активно готовлюсь. Снаряду соберусь. Ну, собрал уже практически. Потом выйдет видосик по сталкер страйку. В этом году в лучшем случае я надеюсь, что съезжу на 4 сталкер страйка. Ну, и обычный страйкбол будет. Только немного попозже, когда экзамены сдам. Потому что не стоит тратить время на такие развлечения, активный отдых. Пока я не сдал экзамены. А то вдруг еще времени не хватит подготовиться. Так. Я, пожалуй, буду, пока есть торт. И буду открывать посылки. Смотреть их содержимое. Так. Куда бы его? Куда бы торт расположить? Вот сюда вот. То есть ложку взял. И пока разжевываю, открываю. Заранее прошу прощения, если вам будут непонятны мои реплики. Ладно, давайте открывать. Первая посылка от Евгения Батакова. Он мне как-то в Ютубе написал, что кое-какие вещи ему не нужны. Поэтому он готов их мне отправить. Спасибо, Евгений, огромное за эту посылку. Сейчас посмотрим, что там. Опа. Все запаковано так интересно. И мы обязательно сейчас это откроем. Вот, давайте начнем с этого пакетика. Так. Я уже знаю, что там. Чувствую даже. Ой, куда бы это все? А. Опа. Как говорится, неопытному и площади не хватит, чтобы расположить все это. Потому что... Блин. Ладно, столько всего. Давайте. Опа. Черт, блин. Сейчас ФСБ приедет. Короче, вот такие гильзы. Это у нас 7,62х39. Холостые, судя по... По вот этой вот рубашечке. Сейчас взорвется капси. Бежим! Ой, ладно. Ё-моё, куда же это складывать? Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Опа. Опа. Сейчас. Не забываем есть торт. А то потом с голодухи-бэбахи свяжутся. Балдёж. Нифига себе, друзья. Лента. Пулемётная лента, 7,62. Сюда же не только 7,62х54Р, но и 7,62х39 лежат. Офигеть. Это круто. Хотя, я может ошибаюсь. Это для 7,62х39. Вот тут, кстати, и охолощённые гильзы от... Ну, точнее, гильзы 7,62х54. Охолощённые. Ну, то есть, тут закрыто. Тут только порох. И пристрель... Кстати, а что капсюль-то не это? Не активировано. Ой, я её отдельно положу. Надеюсь, ничего не бабахнет. Пулемётная лента. Что тут ещё? Много гильз. Очень много. О, даже 5,45х39. Это уже обычная гильза, судя по рубашечке. В общем, всё это в хозяйстве пригодится. Спасибо Евгению огромное просто. И, кстати, передаю привет. Так. Это только первый пакет был, вы представляете? А тут ещё их, вон, сколько. Ну, будем в кучу всё складывать. Потом... Потом... В коробку сложим, чтобы не мешало. Ой, друзья, я сегодняшний день рождения планирую сделать лучшим в своей жизни. То есть, мне не надо каких-то там богатых тусовок, не знаю чего. Мне достаточно вашего... вас, короче, друзья. Что это такое? Я честно не знаю, что это такое. Больше не будет. Так что, радуйтесь. Будут натовские образцы, всякие пистолеты, пистолеты-пулемёты. Калат я свой планирую сделать с разборкой и УСМ всё-таки, наверное, в 2022 году, чтобы не утомлять никого. А тут... Тут тоже, кстати, 7,62х54. 7,62х39 и 5,45х39. Распространённые гильзы, но, тем не менее, они пригодятся. Всё в хозяйстве пригодится. Всему найдём применение. Диораму, диораму, диораму когда-нибудь зальём с этими гильзами. Ну, кстати, идея прикольная. А, типа, диорама такая с военными вещами, типа гильз моря, там ещё что-нибудь. Интересная идея. Чё-то я вечно забываю торт захавать. Без торта во рту жизни удастся. Вкусно. Следующий пакет уже побольше. Немного надо ускориться. Не хочу долго это всё делать, потому что хочется выпуск, как можно, интереснее сделать. Днюха, 18 лет. Помню ещё, когда в 13 лет бегал с бумажными оружками в войнушку. А, кстати, раз уж речь зашла об этом, расскажу, как мы с друзьями придумывали разные режимы. Ведь просто играть в войнушку спустя несколько игр было уже неинтересно. Помню, предложил такой режим игры, основываясь на Майнкрафте. Ну, все вы знаете, голодные игры. Но там суть в нашей войнушке была в том, что кто-то прячет, например, ножи по всей карте. Ну, у нас карта это был двор вокруг дома многоэтажного. И потом, когда он возвращается, он ведёт обратный отсчёт от 10. И когда он заканчивает, все бегут искать вот эти вот ножи, чтобы потом друг друга того. Ещё был режим такой, ну, командный, конечно. Ё-моё, столько всего было, но я это всё забыл. Голодные игры ещё были с пистолетами, конечно, с автоматами. Я помню, как-то решил повеселиться. Сделал из бумаги меч Титана из Shadow Fight. Такой вот огромный прям. И потом ко мне подойти никто не мог. Ну, мы, кстати, баланс равняли так. Типа, если большое оружие, то у него скорость нанесения ударов, так сказать, очень маленькая. Если маленькое оружие, там, керамбит, ещё всякое, то, соответственно, скорость побольше. Ой, гильз прям очень много. Также придумывали, основываясь, опять-таки, на такой популярной игре, как Shadow Fight 2, рецепты зачаровывать всякие пушки. Точнее, ножи, ножи оговариваясь, потому что надо и это делать, и рассказывать вам, и торты. Ай, забываю торт. Придумывали рецепты разные, которые дают всякие бонусы, например, кровотечение, отравление. Ну вот, к примеру, чтобы получить этот рецепт, надо было найти соответственный ключ. Всего было три ключа. Зелёный – это, типа, обычный рецепт. Красный у нас был – это редкий рецепт зачарования. И фиолетовый – самый редкий, это мифический. Так. Сейчас посмотрю, есть ли тут ещё кто-нибудь. Вроде всё, вроде всё, тогда в таком случае вот так вот всё убираем и сюда вот целую кучу гильц складываем. Бойница была, вон сколько гильц. Так вот, эти ключи как раз тоже прятались тем, кто прятал ножи. И потом мы искали ещё и ключи, чтобы потом у нас была коробочка с бумажками. И на этой бумажке были разные рецепты. Ну, в соответствии с ключом, конечно. И, типа, надо было ключом этот сундучок, картонную коробку открывать. И, не глядя, брать бумажку с рецептом и, типа, достал, у тебя, например, отравление. То есть, керамбит наносит, например, 30 урона, а отравление даёт ещё, там, каждый пятый удар дополнительный урон в течение 5 секунд, там, например, по 5 хп. Ну, типа того. Было очень интересно. Жалко, конечно, то, что эти времена прошли, но я рад, что я жил в эту эпоху, когда вроде бы и всё современное, но войнушки всякие оставались, тем не менее. Я очень рад, что жил именно вот так. Не сидел бесконечно за компьютером. Но за компьютером тоже сидел, благо отошёл от этого. Потому что у меня, вот, по секрету вам скажу, у меня прям зависимость была. Проезжал там к маме и играл с 8 утра до 22.00 с перерывами только на еду. Это капец. Первая посылка есть. Давайте посмотрим столу второй. Вот же там. Опа. Порция тортика. Как же это, сука, круто. Вот такая небольшая посылочка. Честно признаться, это не прям подарок на день рождения. Это просто посылка от моего друга Лиса. Он печатает разные фигурки и тому подобное. На 3D принтере решил мне вот присылать свои нестички. Так, посмотрим сейчас. Кстати, если кто-то, допустим, захочет себе тоже что-нибудь 3D печатное, то можете к нему обратиться. Я ссылочку оставлю в описании. Там у него вроде бы на сумму 1000 рублей, если заказ будет, то доставка бесплатная. Можете обратиться. О, кстати. О, это танчик. Судя по башне Т-34-85. Насколько я хороший игрок в World of Tanks. Да, я и в World of Tanks играл. Вот такой вот танчик. Потом как-нибудь в будущем запилю диораму. Надо будет это все обработать, собрать. Все это обязательно сделаем. Обратно файл его. И давайте вот еще вот этот посмотрим. Так, ну тут уже резать придется. Скотч так просто тут не отлетит. Опа. И тут какая-то техника. А что тут написано? А, это пантера уже. А там на бумажке что написано, мне интересно? Это ИС-2. Это ИС-2, извиняюсь. Но не судьба, я не танкист такой уж заядлый. Просто башни похожие. Так, это пантера у нас. Интересно, какая. Уже вроде тоже разных есть. Ну вот такая моделька прикольная. Ну я смотрю, Илюха, у тебя печать прям круче стала. Намного лучше, чем раньше. Рад, что развиваешься. Если ты смотришь, то привет тебе. И спасибо большое за посылочку. Вот. А вот такая была. Кто-то может сказать, типа, вот тебе кто-то дарит много, кто-то немного. Да, друзья, главное не это. Главное же внимание. Потому что человек постарался, отправил. По сути, вот, например, посылка от Евгения Батакова. Мы же с ним практически не знакомы. Он просто в Ютубе написал и всё. Но решил, ну, что ему не надо отправить там за свой счёт. Это всё-таки достойно уважения, я вам скажу. Тоже вот сюда вот сложу. Ой. От торта хочется сделать кое-что, но я не буду, потому что это неприлично. Не прогадал я с тортом. Люблю торт, у которого мокрый бисквит. Ой. Бисквит, короче, пропитан сиропом. Я называю это мокрый хлеб торта. Так. А тут уже интересно, что тут. Сначала посмотрим. Так, это какие-то развертки. Ха. Кстати, это посылочка от Максима. Он просил не палить его, так сказать. Не раскрывать его личность. Окей, без проблем. Спасибо тебе огромное. Тоже какая-то, что ли, еда? Ну-ка. Так. Аккуратненько. Не хочу повредить. Ху, не поцарапал, боялся, блин. Стоп, чё? А, это фильтр. Я думал, это противопехотная мина. Я чё-то выпал аж. Вот такой фильтр. Тоже с крышкой. Ну, кто помнит мой прошлый день рождения, мне там лучший друг... А, кстати, вот ещё заглушка такая резиновая. Лучший друг подарил противогаз ГП-5. Там у фильтра тоже была вот такая крышка. Пригодится. Вдруг ядерный апокалипсис в мире случится. А у нас уже всё, что выжить есть. Так. Тут внутри что-нибудь есть? Так. Нет, это как наполнитель. Ну, всё. Посылки распакованы. Узнали, что внутри. Спасибо всем, кто их отправил. Максимка, Илья, Евгений. Так. Тортик, тортик. Сейчас мы с вами постреляем. К сожалению, шары с страйкбольного магазина мне ещё ждать и ждать. Поэтому купил в мире канцелярии вот такие. Я надеюсь, у меня привод не умрёт от них. Давайте зарядим. Кстати, очень удобная ёмкость. Потом туда нормальные шары засыпать и в лоудер загружать. А, я ошибся, походу. Всё-таки не очень, да, эта штука? Ух, блин. Так. А, ну, тут сейчас это всё. Да, да, да. Сейчас это дело просыпется. А, не так уж и страшно. Просто через вот эту вот пипку ничего не загружается. Придётся по старинке вот так вот. Ой-ёй, всё сыпется. Ой, ой. Ну, ладно. Так, закрываем. Ну, китайская ёмкость. Сразу видно. Потому что и откручивается она как-то странно. И пластик дешёвенький. Ну, а давайте загружать магазины механические. Станаги классические. Мне они нравятся очень сильно. Сейчас мода пошла на всякие... Типа тактические магазины. Как же там МакПу. МакПу. Ну, а я старые закалки. В Детконговской. Мне и Станаги пойдут. Взял сынку. Некоторые из вас уже знают, что у меня новый привод есть. Но я не стал его брать. Потому что я для его аккумулятора зарядку ещё не купил. Ну, деньги-то не бесконечные. Надо всё равномерно приобретать. Блин. Как же я разучился заряжать магазины за то время, пока не играл в страйкбол. Надо дело это будет поправлять потом. Так. Тут 130 шаров помещается. А у нас лоадер на 90 вроде бы. Ну, или на 100 с чем-то. Так. Нет, всё равно она плохо загружает. Так что, как делали, так и будем. Кстати, можете подумать, что это тоже крышка. Но нет, я проверял. Она... Вот. Ну, короче, я... На йо для уйо. Кто понял, тот поймёт. Так. Опа-опа. Вот мишени. Там и клоуны всякие, и обычные классические мишени. Постреляем, посмотрим, на что способен четырёхкратный окок. Не зря же я его купил. А то надоело. У меня зрение плохое. Я не могу на дистанции там 30 метров, 20 стрелять через открытые прицелы. Я просто не вижу противника. Э, зомби там всякие. Посмоляем по ним. Избавим от мучений, так сказать. Ой, что мне с лудером. Блин, бедная барышня. Ну, её уже ничего не спасёт. Избавим её тоже от мучений. Ой, ну, к сожалению, это всё, что я смог приобрести. Да, шары некачественные, к сожалению, с заусенцами какими-то. Блин, будь проклят тот, кто их отливал. Ой. Даст судьба, даст полуматовый видо. Чтобы всё было с моей цимкой замечательно. Предлагаю в качестве такого тоста навернуть торта. Мм. Техника безопасности. Сейчас эти мишеньки закрепим с помощью кнопок на деревьях и пошмаляем. Вау, сейчас будет круто. Ну, давайте зарядим и начнём стрельбу. Так. Ну, голова зомби первая мишень. Ой, как через прицел отлично видно. Так. Прицел не пристрелен, так что надо будет сделать поправки. Ой, ветер как уводит их, а. Ой, шары даже на такой дистанции уводят от ветра в сторону. Наверное, дело в том, что дешёвые китайские шары внутри имеют полость. А вот обычные страйкбольные, нет, они цельные. Прям я помню, видел, как раскололся один страйкбольный шарик. У него всё, он цельной. А эти вот, они за это, наверное, и уводят их. Ну, чё, продолжим, наверное, буду там какие-нибудь поправки делать, чтобы попасть. Ну, я, честно сказать, думал, то, что я прямо и до той дальней мишени спокойно попаду. Но чё-то мои ожидания накрылись медным тазом. Давайте теперь в самый дальний. Посмотрите, как это выглядит через прицел. Да, до туда, конечно, вряд ли долетит, но мы постараемся. Ну, в общем, большинство шаров не долетало, а те, которые долетали, в молоко все ушли практически. Остался последний магазин. Я думаю, вот эту вот мишеньку, которая чуть-чуть правее, чем башка зомби. Ну, там, где девушка, короче, и зомби, расстрелять. Вот и всё. Чё-то они дальше не подаются. А ведь это самые лучшие шары, которые были в мире канцелярии. Короче, друзья, если вы не хотите угрозить свой привод, свои магазины, то лучше покупать и качественные, хоть и, казалось бы, дорогие шары в страйкбольных сертифицированных магазинах. А мне теперь некоторые магазины, походу, придётся разбирать. И устранять неполадки. Эх. Ой-ё. Ну, ничего. Зато опыт будет. В общем, друзья, мне понравилось. Мне понравился этот выпуск. Как я распаковал посылочки, покушал торт. Но это ещё не всё. Я сегодня, я думаю, ну, всё-таки день рождения-то продолжается. Посмотрю Лигу Справедливости Зака Снайдера, ещё что-нибудь. Ну, ещё что-нибудь придумаю. Короче, спасибо большое всем за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ждите новых крутых выпусков. А я пойду справлять день рождения дальше. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok